Я вот говорю, лучше плакать в Лексусе, чем в троллейбусе. Не знаю, че плакал Стас Пьеха в Лексусе и в троллейбусе, але також новый клепец відзняв, и между іншим, його композиція называется «Зелёный омут». Был под водой, где встретил русалок. Як пришла ця зустріч, про що вони говорили, і чи вдалося русалками його захомутати? Сколько русалки стоят? Дивіться в нашому сюжету. Искайте выход из затопленных комнат, там, хватая воздух через крышу туалета, плавать в ледяной воде, погружаться на одно. Не думайте, що Стас у пьесі робити більше нічого, аніж переказувати сюжет стрічки «Титанік». Все набагато простіше. Співак зняв новий кліп на пісню «Зелёный омут». Представлю, що туди лезть. Думаю, можеш професію змінити. Позбутися страхів Стасу допомагала русалка і модель Юлія Волкова. Ось так в обіймах манекенниці співаку довелося просидіти у воді близько 48 годин. Ось так виймах манекенці. Сюжет достаточно быстро. В общем-то, не секрет, что мы отталкивались в написании именно от самой песни. Для фільмування кліпу було змонтовано спеціальні декорації. Зокрема, спорудили номер готелю в стилі арт-деко, який поступово разом з п'єхою пішов під воду. У меня все съемки были на суше, в одежде. Была какая-то драматургія, но меня никогда не помещали в некомфортные условия. Меня никогда не морозили. Меня никогда не мочили. Меня никогда не отправили на глубину. В результате тривалого перебивання на глубине у Стаса позакладало вуха. То есть я отхожу от чрезмерного погружения. Не выдержали перепонки. Я надеюсь, что вскоре я буду снова в строю. Я жду результаты. Я надеюсь, что не зря мы рисковали барабанными перепонками, иммунитетом, здоровьем. У меня еще палец сломанный. Вот, я работаю с некоторыми, не на руках, а на ногах, да. С некоторыми осложнениями, вот, бег с препятствиями. Но тем интереснее результат. Сподіваємось, что не дивлячись на усі трабли, зеленый омут с п'єхою будет не гірше, ніж Титаник с Лео Ди Каприо.